Добрый день! Мой раввиноучитель Рав Авинер говорит, что есть одна очень особенная книга Мессилат и Шарим, которую надо учить минимум 101 раз. Почему? Потому что это именно книга, которая дает нам правильный путь, правильное направление, чтобы достичь самых высоких достижений, самых высоких уровней, духовных уровней. Он строит Рамхаль, Раби Мухше Хаим Луцата, он строит эту книгу как лесенка. Он основывается на одном из речений Раби Пинхаса Бен Яира, в котором говорится постепенное процесс, постепенное развитие человека в духовном уровне. Когда он говорит о возвышенном уровне, мы говорим про к душу, мы говорим про святость. Мы говорим в общем случае, в общем можем сказать, это как хасидут. Поэтому Велинский Гаон и также его последователи называли Рамхаля хасидом. Для того, чтобы понять, что такое хасид, к чему мы стремимся и что ведет к этому, надо также понять, что такое цадик. И Рамхаль разделяет продвижение человека в духовном уровне на две стадии. Именно то, что мы говорили, на цадик, а потом хасид. И цадик, это имеется в виду, этот термин, тот человек, который соблюдает все необходимые и обязанные, то, что Тора нас обязывает, заповеди и не делает никакого запрета со всеми своими нюансами, со всеми отдельными деталями, которые мы знаем в Шулхана Рухи и наши также мудрецы. В каждом поколении нам объясняют и объясняют подробно это. К хасидже, это говорится, когда человек уже после того, как он уже исполняет все заповеди и не делает никакого не запрета, он из-за любви к Всевышнему для того, чтобы сделать, чтобы Всевышний был доволен из любви к нему, его поступками, он готов делать сверх этого. И он готов, это как человек, дает пример такой Рамхаль, когда человек любит своего отца. Он не ожидает от отца, чтобы ему сказал именно, что делать, а что не делать. Он же угадывает заранее волю своего отца, что ему нравится, что ему будет нравиться поесть, что ему нравится увидеть и заранее он готов на многое сделать для своего любящего человека. Тот же самый хасид. Хасид, он не исполняет заповеди только как его заставляют. Он делает это по своей воле. Он пытается делать все усилия, чтобы освободиться от рамок этих материального мира, чтобы они не сковывали его, не держали его на пути к достижению более духовной близости к Всевышнему. И в отличие от хасида, которые, это только единицы еврейского народа, по правде, по своему желанию могут достигнуть и обязаны на своем духовном уровне стремиться к этим достижениям, большинство еврейского народа Тора не заставляет это делать. Тора требует от нас быть цадиким. Это тоже непросто. Это, может быть, всю жизнь на это уходит. Но когда человек начинает хотеть и достигает высоких достижений в рамках бытия его как цадик, в нем также проразрождается желание делать большее. И в конечном уровне, в конечной цели у него есть также стремление подняться еще выше к хасидам. И, безусловно, есть вопрос. Почему тогда эта книга Маселят Ешарим говорит, она адресуется всему еврейскому народу? Для чего нам, простым евреям, учить то, что требуется от отдельных единиц, как говорится Авраам, Ицхак, Яков, Муше? Ответ на этот очень прост. Весь еврейский народ, мы одно целое. Мы связаны друг с другом. И поэтому то, что даже мы знаем, мы учим, что есть такие духовные стадии быть хасидом, что были и есть среди нас такие люди, это всех нас наполняет святостью, желанием и любви к тем людям, которые реализуют это на самом деле. И как весь еврейский народ, мы ведь являемся все, наш народ, как одно целое хасидом по отношению к Всевышнему. Всего хорошего.